Здравствуйте, я Искандер Хисамов и мы продолжаем следить за событиями в Украине и вокруг. Несмотря на то, что руководство России заявляет о том, что применение военной силы на территории Украины еще не началось, на самом деле оно, конечно же, ведется и войск, и вооружений там довольно много, и, видимо, эти процессы идут. Верховная Рада выступила с протестом сегодня, было требование высказано Верховной Радой президенту Владимиру Путина не вводить войска в Украину. Есть ряд заявлений крупнейших мировых политиков из Соединенных Штатов, из Франции, из Канады и из ООН, где содержится приблизительно такое же требование. Тем не менее, события разворачиваются, тем более, что они проходят на фоне обострения ситуации в ряде восточных регионов. И вот эту всю сложную ситуацию мы будем сегодня обсуждать с экспертами и народными депутатами. Вот сейчас у меня в гостях Игорь Козий, военный эксперт Института Евроатлантического Сотрудничества. Здравствуйте, Игорь. Как вы оцениваете или как вы прогнозируете дальнейшее развитие ситуации? Вы знаете, цель, которая, на мой взгляд, поставлена Российской Федерации, это полная оккупация и аннексия Крыма. В основном они используют для этих целей свои специальные отряды, разведывательные подразделения, диверсионные подразделения, морскую пехоту. Ну, конечно, есть компонент воздушный, это однозначно. И, как правило, для общей массовки подыгрывают в этом плане им или люди, которые имеют, мягко говоря, криминальное прошлое, или люди, которые действительно свято по каким-то причинам верят, что Россия это для них панацея, и то, что Россия сегодня делает, это они делают правильно. Понятно. То есть действует Россия с опорой на некоторые элементы внутри Крыма гражданских. Что там сейчас происходит? Как вы оцениваете? Реально, в принципе, идет... В военном отношении? В военном отношении идет просто-напросто захват всевозможных объектов, силовой захват. Огнестрельное оружие пока на этом этапе не применяется. Пытается протаранить техникой, пытается, что очень печально, использовать цивильное население как щит. Это мы уже видели в каких-то фильмах про Вторую мировую войну между собой и между украинскими вооруженными силами. Пытается блокировать военные городки. Пытается склонить людей, военнослужащих, в частности, к переходу на сторону Российской Федерации. Ну, как мы видим, Украина имеет очень мужественных военнослужащих, которые умеют держать удар. И сейчас, на мой взгляд, решить весь вопрос должны именно дипломаты. Если дипломаты не решат эту проблему, и не дай Боже, будет произведен хоть один выстрел, это обойдет цепная реакция. А это страшно. Но вы, как военный эксперт, должны анализировать, наверняка вы проанализировали все возможные варианты. Мы, конечно, все надеемся, все мировое сообщество надеется, и в первую очередь Украина, что далеко это дело не зайдет. Люди сядут за стол переговоров, будут искать компромиссы и так далее. Но мы говорим о военных делах. Так вот, если вдруг что-то, чем располагает Украина в самом общем, не раскрывая, конечно, военных тайн и так далее, что есть боеспособность, что вообще представляет сейчас собой украинские вооруженные силы? Вы знаете, я бы, наверное, начал с того, чего не располагает Украина, или что было за 4 года уничтожено. Смотрите, любая операция начинается с того, что заходят на территорию державы, как правильно, разведывательные, диверсионные структуры. Кто сегодня может им противодействовать? Раньше им противодействовала в системе СБУ вертикаль военной контрразведки, которая реально занималась обезвреживанием, фактически то, что называется действиями диверсионных групп, действия шпионов, действия разведчиков на чужой территории. За 4 года мы ее изничтожили, мы взяли военные... Только за 4, не за 20 лет? Вы знаете, это вся система уничтожалась против 22 лет. А за 4 последних года это просто было ярко выражено, потому что, вы сами понимаете, во главе стоял гражданин России. Так что удивительного тут ничего нет. Соответственно, их передали в территориальные органы, и, соответственно, у нас военная контрразведка, вместо того, чтобы заниматься прямой деятельностью, начало заниматься больше хозяйственной деятельностью, борьбы с коррупцией, что очень тоже важно. Ну, а про шпионов мы решили забыть, они не нужны. В результате мы получаем то, что имеем сегодня. Это мы видим с вами и провокации, это мы видим с вами... Кстати, вопрос по поводу трех милиционеров, которые убили в городе Киеве. Я не исключаю, что это действие одной из таких групп на территории Украины. Подрывных диверсионных, да? Абсолютно правильно. Это нормальная практика ведения войны, грубо говоря. Вот так, чтобы понять все это дело. То есть, засылается вглубь территории, соответственно, происходят такие действия. Пускается под откос эшелоны, убиваются видные ключевые деятели и так далее, и так далее. Но гаишники к ним, наверное, все-таки не принадлежат. Вы знаете, для того, чтобы создать некий элемент дестабилизации в стране, отсутствие правопорядки, отсутствие... Хорошо. Давайте теперь вот в целом, да? Сейчас вот объявлено или как-то вот заявлено о мобилизации и так далее. Но скажите, пожалуйста, вот есть ли у нас боеспособные вообще соединения части? Вы знаете, я скажу, что есть. Я не буду говорить про слово соединения, потому что это гораздо сложнее в использовании. Я буду говорить части и я буду говорить подразделения. У нас есть сегодня боеспособные подразделения части. И вот как оказалось по Феодосии, у нас даже есть боеспособные соединения. Бригада морской пехоты, я как вижу, очень хорошо держит удар. То есть нельзя сказать, что у нас нет. А как они держат удар, кстати? Ну, пока успешно. То есть пока, будем говорить, россияне не смогли их захватить, выдавить. Получают предупреждения. Прекрасно понимают то, что если они нарушат определенную территорию, по ним будет применено оружие. Но они, в общем, не получали приказ, на самом деле, от верховного руководства Украины, да? На ведение вооруженных действий. Нет, это не совсем так. Так, если вы под вооруженными действиями подразумеваете стрельбу, это несколько другое. Они получали приказ, у этого приказа заключается превышение в изменении степени боевой готовности части. Там в зависимости от степени боевой готовности части выдаются боеприпасы, все занимают свои места и расчеты. Ну, слава богу, мне кажется, что мужество их пока на сегодняшний день заключается как раз в том, чтобы не открывать огня. Совершенно верно. Вот, это очень мужественно. В принципе, автоматически они, по идее, должны открывать огонь при приближении противника. Но тонкость ситуации и так далее, все понятно. А вот что вы, как вы прокомментируете, вот сообщение о захвате частей ПВО или части ПВО? Ну, часть ПВО сама по себе, вы поймите правильно, это не такое боевое формирование, как бригада морской пехоты. Это формирование, которое предназначено для того, чтобы отражать воздушную агрессию. Соответственно, она не обеспечивается такой мощной охраной и обороной наземной. Ну, вы понимаете, что легко, это все равно, что взять военкомат. Ну, там может быть взвод какой-нибудь охраны. Совершенно верно. И это понятно. Ну, хорошо, вот опять ужасно развиваются события. Мы должны быть готовы ко всему. Есть такие пограничные области, там Харьковская, скажем, и там как раз нестабильно и непонятно, кто обладает властью и так далее. Может быть и оттуда проникновение, очевидно. Может быть с Крыма, ну, российский. Что вообще, ну, на ваш взгляд, что может чисто в военном отношении, значит, предъявить Украину здесь? Предъявить Украину. Вы имеете в виду, у нас есть, у нас есть части соединения, подразделения. У нас есть, извините, в Днепропетровске объединение целое, которое в своем составе имеет определенные соединения, части имеется, под Харьковом у нас имеется. То есть у нас есть, есть система, есть чем отражать. Поймите правильно, вы правильно сказали, что мы на сегодняшний день не хотим пролития, как мы считали, крови братского народа. Оказывается, не совсем так, как получается. Ну, с другой стороны, это уроки, да, чтобы как бы не закончилась вот эта кампания или ситуация, это будет, конечно, большой урок для украинской власти. Однозначно. Как нужно относиться к армии? Абсолютно правильно. Давно, ну вот я тоже немножко занимался этой темой как журналист, было видно, что армия не уделяется никакого внимания, разворовывается, извините, ее имущество, гарнизоны, недвижимость и все остальное. Было ощущение такое, что много лет просто люди как-то распродавали армию, а всерьез в нее не вливали. Вы знаете, я вам даже скажу больше того, основное это в принципе в армии, да, вооружение это важно, да, боевая подготовка важно, но основное это моральные компоненты, это люди. И не люди. А жилье, никому у нас в принципе, у нас очередь на жилье большая, то есть люди чувствуют себя в армии, социально незащищенные. Сегодня, к сожалению, у нас такая ситуация, то что мало того, что люди без квартир, но и зарплата-то не соответствует определенному уровню, и это все усложняет. Вообще говоря, это большая трагедия, на мой взгляд, что Украина растеряла свой золотой фонд офицерства. Абсолютно правильно. А если бы было у нас уважаемое, ответственное офицерство армии и так далее, возможно, вообще не было бы никакого насилия здесь, и все бы решалось правильным путем. Но давайте мы немножечко прервемся, сейчас послушаем важные международные сообщения. Здесь есть заявление генсека ООН Панги Муна и выступление фразы Чуркина, постоянного представителя России при ООН. Давайте посмотрим, напомним ситуацию. Я щойно говорив безпосередньо з президентом Росії Володимиром Путіним по телефону. Я сказав йому, що уважно стежу за усім, що відбувається в Україні. Я надзвичайно стурбований деякими нещодавніми подіями, які могли б погрожувати єдності, суверенітету і територіальній цілісності України. Вкрай важливо відновити спокій і приступити до негайної деескалації ситуации. Потрібно зберігати холодний розум у цій ситуации та повернутися до діалогу. Це єдиний інструмент, яким можна зупинити кризу. Я закликав президента Путіна терміново розпочати діалог з українською владою. Тепер, як же искати выход із цього положення? Ну, повторяю, так, як сказав господин Алиасан, дуже правильно, надо сохранять холодну голову, а просто надо вернуть дело на политический путь, в конституционній рамки. Надо вернуться к соглашению 21 февраля і к созданию правительства національного єдинства. І треба прекратити попытки розмовляти зі своїми опонентами, будь то етнічній чи політичній, языком силы. Міжнародним факторам, які проявляють повышенний інтерес к ситуации на Україні, треба приструнити радикалів і посоветувати українським оппозиційним деятелям, чи тим, хто щас оказався в Києві, отмежеватися від радикалів, а не позволяти їм верховодити на території України. Поскольку такі действия можуть привести до дуже тяжелого розвитку событий, що і пытається предотвратити Російська Федерація. Понимаєте, Російська Федерація здесь в лице Таища Чуркина просто пытається, грубо говоря, обмануть или высказать не ту точку зрения, которая действительно в народе. Ну, якщо вони так считають, що народ підтримує цього президента, ну пускай вони його привезуть хоча б в Крим, який занятий їхнім військами, вони увидят реальне отношення. Ігор, я здесь согласен с вами, ми вчера разговаривали з депутатами здесь, один із них допустив возможность усадити за стол переговорів на позицию 21 февраля, всіх участників, включая Виктора Януковича. Ну, я им задавав вопрос, вот как эти бывші оппозиціонери, як тот же Арсений Яценюк, там, Кличко, да, появятся перед Майданом і перед своими избирателями, после того, как вони за одним столом сиділи вот с этим. Это, к сожалению, невозможно, да, это никак не должно быть, но все-таки я берегу время наше и хочу к вам как к военному эксперту, не как к политическому обращаться. Ну, опять же, если бы Украина располагала бы дееспособной контрразведкой, как вы сказали, ее растеряли, и там буквально 3-4 боеспособные бригады быстрого развертывания и так далее, ведь этого бы не было. Никто бы сразу в бойню не полез, это же в вакуум практически вошли, ну, не считая некоторых вот этих подразделений. И что на будущее? На будущее надо, во-первых, немедленно, просто немедленно, сегодня, завтра, через час, через два восстановить эту вертикаль. Пообещать людям, объяснить людям, извиниться перед людьми, заставить эту структуру работать серьезно, потому что, вы извините, у нас еще три области, и как развернуться события там, сложно сказать. Крим на сегодняшний день держится благодаря работе дипломатов, по большому счету, и работе у тех самых стойких военнослужащих, не предателей, потому что я знаю, например, есть люди, которые изменили свои присяги и перешли на сторону. Это, будем говорить, не в системе вооруженных сил, к сожалению. Вы имеете в виду СБУ? Я имею в виду в том числе и СБУ. Ну, хорошо, смотрите, что вообще соотношение сил, да, вот здесь Россия за последние годы и продолжает тратить на перевооружение армии где-то уже 10 украинских годовых ВВП вообще. Только на перевооружение 10 украинских ВВП годовых. Все, что Украина произвела, 10 на 10 умножить, и это только один военно-промышленный комплекс и армия, и еще будет затрачено там на десятки триллионов рублей. Вот, конечно, что можно, ну, асимметричное, что ли, ну, конечно, нельзя там разворачивать, там, ракетные системы, там, и прочее, но как можно сделать компактную боеспособную армию очень быстро? Знаете, очень быстро такие вещи не делаются. Держава работает над этим столетиями, годами. То есть это, это наладить надо военно-промышленный комплекс с точки зрения, что должно быть серьезные заказы, это должно быть серьезное вооружение, под это серьезное вооружение должна быть серьезная организация, это все должно быть правильно размещаться, это должна быть тренировка, подготовка. То есть это, поймите правильно, это постоянная, ежедневная, кропотливая, тяжелая работа, которая называется создать сектор безопасности и обороны. Многолетняя работа, которую придется выполнять в условиях экономического кризиса, нехватки денег и так далее. К сожалению, да. И предложили нам разоружиться, создать оружие, перейти под охрану вооруженной силы Российской Федерации. Я заявил, что так как я являюсь военнослужащим вооруженной силы Украины, выполняя приказы командующего военно-морских сил, поэтому ни о каком разоружении речи быть не может. Я заявил, что в соответствии с приказом командующего вооруженной силы Украины, Мирала Березовского, ни одно постороннее лицо не может проникнуть за забор воинской части. В случае проникновения на территорию воинской части будут применены все силы и средства, вплоть до применения оружия на поражение. Ну, мужественные слова, мужественное поведение. Дай бог им продолжение этого мужества. Но давайте теперь поговорим о факторе международной поддержки. Украина обращается и к НАТО, и к крупнейшим мировым державам, к Соединенным Штатам, Евросоюзу и так далее. Как вы видите шансы оборонной помощи Украины, если что? Вы знаете, не хотелось бы делать этот прогноз, потому что, если что, это затронет очень серьезно и очень многие стороны. Поэтому этот прогноз, на мой взгляд, неблагодарный и не нужно его делать. Мы надеемся, что до этого не дойдет. Но, в то же время, я прекрасно себе отдаю отчет и понимаю, то, что если не начать показывать зубы, правильно зубы, то аппетит в них может не остановиться. То есть, это вы прекрасно понимаете. Ну, почему бы еще не захватить что-то? Почему еще где-то не выдавить, где-то кого-то как? Да, мы начали диалог. Да, мы надеемся, что в рамках определенных международных соглашений, в том числе и Франция, и Соединенные Штаты Америки, и Великобритания, и другие страны будут нас поддерживать. К сожалению, Россия нарушила свой собственный договор. Она сейчас не выступает гарантом, она сейчас выступает дестабилизирующим фактором в регионе. Да, мы из этого уже исходим. А что, какие зубы может показать НАТО? Ну, вы же анализируете ситуацию. Вы знаете... Какие демонстративные вещи, или помощь, там, не знаю, срочная помощь оружием, там. Какие вещи вы можете предположить теоретически? Теоретически можно предположить все. Ну, давайте вернемся обратно к Чехословакии, да? То есть, там был ввод войск. 68-й год. Абсолютно правильно. То есть, я не исключаю такой сценарий, но вы не забывайте то, что в России, в западном военном округе, три воздушно-десантных дивизии. Конечно, мне сложно сказать, смогут ли они одновременно их погрузить и куда-то выбросить. И сможет ли, будем говорить это. Ну, вы поймите правильно, это уже называется открытой агрессией. И в этом случае просто, мне кажется, надо будет задуматься над состоянием здоровья президента Российской Федерации. Ну, мы совершенно правильно. Если вот это полномасштабное дело будет происходить, это будет, очевидно, крушение вообще России, потому что ответ международного сообщества будет адекватен. И мы помним Афганистан, и когда Рейган после вторжения советских войск в Афганистан объявил империю зла и объявил поход крестовый на Советский Союз, и чем он кончился, в общем-то, довольно успешно для Запада. Это и обрушение нефтяных цен, это и блокады, и разные военные приготовления, которые заставляли Советский Союз из последних сил следовать. Я говорю о том, что вы сказали, не использовать, а показать зубы. Вот. Что может? Вот сейчас, очевидно, у Путина в генштабе, в разведке, неглупые люди, наверное, все-таки, да, по крайней мере, в стратегическо-тактическом плане. И они, очевидно, рассчитали, может быть, отсутствие или недостаток политической воли со стороны Запада для того, чтобы ввязываться в какие-то внутриславянские дела. Вы знаете, к сожалению, этот процесс наблюдается. Вы не забывайте то, что стереотип или, будем говорить, образ Украины лепился в течение четырех лет и довольно-таки очень негативный. Знаете, показывая этого президента, показывая его поведение, тут много не надо. Даже взять его последнее заявление, которое просто говорит о том, что он гражданин Российской Федерации. Такая его фраза, как «мы рассматриваем Украину как стратегического партнера». Нет, оговорка, да. Оговорка ли это? Или, если взять по Фрейду, может, это не оговорка? Ну, в каждой оговорке есть какой-то смой. Я здесь с вами согласен. Тем не менее, хватит ли у НАТО, да и в первую очередь у Соединенных Штатов Америки, это единственная, в общем-то, на мой взгляд, сила, которая может мобильно что-то отвечать. Все остальные структуры, включая ООН, это не работает сейчас, на мой взгляд. Так вот, американцы сейчас уходят из Ирака, из Афганистана. Им надоело уже с Сирией телепаться и прочие демократию учинять на Ближнем Востоке. У них огромные трудности внутри страны. 16 триллионов долларов государственного долга. Каждый раз они на грани дефолта и так далее. Может быть, и это имелось в виду интеллектуалами Путина, когда они это делают. Однозначно это учитывалось. Но я вам скажу, тут есть еще один фактор. Пускай Европа задумается. Если сегодня вдруг нашли то, что ущемляет россиян на территории Крыма, то где гарантия того, что завтра они будут их ущемлять на территории Чехии? Мы знаем, там русских очень много. Где их не будет? Почему вы считаете, что нет гарантии того, что кто-то не скажет, что их будет ущемлять в Польше? И так далее, и тому подобное. То есть, в принципе, Европа уже сегодня должна быть обеспокоена. Прибалтийские страны не понаслышке знают, что такое, будем говорить, Россия в международных отношениях. Поэтому я думаю, что Европа, в частности в рамках НАТО, сумеет убедить Соединенные Штаты и сумеет оказать, так сказать, определенное давление на Россию. Ну, кстати, вот говоря о Европе, я тоже, у меня есть большой скепсис относительно их решимости и способности к каким-то серьезным действиям. Это довольно-таки страны, которые в себе, которые не хотят лишних проблем и так далее. Довольно цинично. Ну, та же, я не знаю, Чехословакия там или какие-то вещи. Даже и в Югославии было много в Европе разных мнений, однако дали Америке работать там, хотя участвовали отчасти в миротворчестве. То есть, сейчас, мое такое скромное осуждение заключается в том, что все-таки Украина должна сейчас сама подобраться, что-то такое, что-то для себя решить. Кроме того, наверное, здесь должны быть посланы сигналы. Здесь не только военные приготовления, а очевидно и какая-то работа с регионами, особенно с восточными регионами. Это однозначно. Что, по-вашему, необходимо там делать? Какая идеологическая работа там, я не знаю, даже дипломатическая? Во-первых, однозначно мы должны разобраться со средствами массовой информации. Потому что сегодня, к сожалению, средства массовой информации в подавляющем большинстве такое впечатление, что работают по системе или по заказу с Москвы. Ты что? Такое ощущение складывалось. По крайней мере, сейчас можно это сказать, что как-то люди сломали свой стереотип. Но я вам приведу, например, пример буквально двухнедельной давности. Вот подъезд интернет-системы. Мы знаем, кто основной интернет-провайдер в Харькове, в Донецкой области, в Луганской. Этот интернет-провайдер, в принципе, и показывает им реальную, то, что они считают на их взгляд, информацию с какими-то непонятными бендерцами и так далее. Теперь, неделю назад этот провайдер заходит в Киев. Это еще не начинается, будем говорить, каких-то волнений. И мы видим, что это фактически уже идет попытка того, чтобы навязать, будем говорить, какое-то некорректное мнение или мнение, которое... Смотрите, я здесь, по-моему, не соглашусь с вами. Хорошо. Потому что начинать работу с восточными регионами по, как бы, умиротворению, по примере, с того, чтобы вот, типа, что-то как-то разобраться со СМИ, это немножко... Нет, 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 вопрос не в этом. Я пойму, поймите правильно, тут надо решать в комплексе. В основу всего ложатся люди. То есть, в принципе, мы должны прислушаться к ним, это однозначно, но это не военная. Это не, будем говорить, информационная война, это не дипломатическая война, это нормальные человеческие отношения. Это диалог, убеждение. Абсолютно правильно. Должна центральная власть Украины, новая власть, должна показать, вызвать заинтересованность восточных, ну, большой части жителей восточных регионов в том, что им будет с этой властью комфортно. Совершенно верно. Ну, а первые действия, прямо скажем, были, вызвали обеспокоенность этих же регионов. Вы знаете, давайте так, осветление этих действий, потому что я вот, например, у меня друзья живут и в Харькове, и в Донецкой области, у меня мать родом с Донецкой области, извините. И в других местах то, что мы здесь получали с Пятым каналом, то, что мы здесь получали с ТВА, у них не было. Вы поймите правильно, в этом и проблема была. То есть, получалась-то информация, показывали стереотип каких-то непонятных бендеровцев и так далее. С моим другом произошел смешной случай, после которого он вообще кардинально изменил отношение к западу Украины. У него просто заболел зуб во Львове. Женщина его в трамвае взяла в воскресенье и отвела к врачу, где его просто на постовылечили. Он говорит, такое в Харькове само по себе невозможно. Я от себя скажу, что милейшие люди там, замечательные, вежливые, культурные, тут нет слов. Тем не менее, мы говорим о диалоге власти и людей, которые сейчас обеспокоены, встревожены и разгневаны уже. И это все тяжелее. На фоне еще военной ситуации и так далее, тут иметь в самых индустриальных регионах, где, кстати говоря, кузница-то оборонки на будущее, если уж говорить, то какие сигналы должны быть поданы? Ну вот хорошо, отступили назад по языку, так это сказали. Ну ошибку сделали, погорячились, что еще? Правительство победителей объявили, да? Ну, наверное, не стоило бы называть себя правительством победителей. Или стоило бы, или как? Ну, вы знаете, давайте так, если есть одна семья, и один из членов семьи пытается задрать нос очень высоко и показать, что он самый главный. Конечно, наверное, остальных членов семьи это будет это. Нельзя такие вещи делать. Правильно, в принципе, заявлено властью, что она должна контролироваться народом. И народ является тем самым источником, который заставляет эту власть делать те или иные шаги, которые направлены на того, чтобы благосостояние этого народа росло. А что было до недавнего момента с этим президентом? Мы же видели. Недовольство сплошное. Что с тем президентом, мы уже все приговорили, да? Это воровской режим, который украл все, что мог украсть, довел страну до ручки и так далее. Он был достойен уничтожения, он уничтожен. Но теперь надо строить новую страну. Абсолютно так. Не с ошибок, не с ошибок, да? Желательно. Естественно, в эйфории или в гневе, революционном запале, да, делаются некоторые вещи, за которые потом как-то приходится платить. Абсолютно правильно. Я выскажу, высказываю уже не первый раз, крамольную, может быть, мысль о том, что вот с Беркутом поступили ошибочно. Мне кажется так. И не потому, что они там добрые, хорошие или там невинные и все остальное, а просто потому, что вот эти решения власти, много тысяч, там несколько тысяч взрослых профессионально вооруженных мужиков сделали, как бы поставили вне закона. Это враги, сразу сделали. Ну, это, с этой позиции я соглашусь. Дальше, дальше. Когда, скажем, начали преследовать там, ну, регионалов некоторых там, которые там что-то такое. Опять же, как говорил Пастернак, поэт, да, и поражение от победы ты сам не должен отличать, да? То есть вот мудрость, по идее, и сейчас не поздно тоже проявлять, должна заключаться в том, что ты победил, ты не должен быть, ты не должен отличать это от поражения. И сразу мир, да, сразу предложить. Мы вот, и так далее. Ну, вам кажется, что еще сегодня не поздно. Вы знаете, я вам скажу, давайте в развитии вашей темы, того вопроса, что вы подняли. Мне кажется, то, что дискредитация правоохоронных органов и дискредитация вооруженных сил на конечном этапе, когда попытались вооруженные силы втянуть в этот братоубийственный конфликт, это есть часть того плана. Фактически, то, что мы слышали, да, заявы представителя Альфы, он четко сказал, они так и не поняли, стреляли какие-то третьи силы. В принципе, мы можем подразделить, что была какая-то кучка негодяев, грубо говоря, которая работала на две стороны, убивала и тех, и других, и пыталась определенно создать какой-то, знаете, фон, где народ думает, что правоохоронные органы это сволочи, правоохоронные органы думают, что они имеют дело с оголтелыми, извините меня, националистами или еще что-нибудь. Да, этот фонд где-то удался, да, поспешили, да, погорячились, но с другой стороны, заметьте, у нас опять же, что произошло, разбираться-то по этому вопросу должна быть военная прокуратура. А где она? Она разрушена. И вот, да, и здесь народ, он много чего хорошего сделал, он сменил власть и так далее, вот, но при этом сейчас сделаны некоторые ошибки, и перед страной стоят, перед руководством страны, перед всем народом стоят огромнейшие задачи, вообще тяжести неимоверны, это решать вопросы из внешней угрозы, умиротворение внутри, решение экономических, срочных экономических проблем. Вот мы поговорили о самых худших, в общем-то, сценариях. Надеемся, что мудрость украинского руководства, ну и международного сообщества также, поможет сойти с этого, с края обрыва, отойти от него. Спасибо, мы будем продолжать следить за событиями.